Былое нельзя воротить Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон не забыть, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Итак, у нас в прибор Штерна-Герлаха Влетал поляризованный пучок электронов в состоянии плюс А мы повернули прибор Или пучок, как хотите Вокруг оси Х на угол Фи Спрашивается Сколько полетит по градиенту поля Сколько полетит против градиента поля Ну, во-первых, действие оператора на какое-то состояние В общем случае Переводит его в новое состояние И это новое состояние Можно разложить по состоянию плюс и минус Можно написать, что это есть Состояние плюс Плюс на С Плюс состояние минус на скалярное произведение Минус на С Ну, я просто взял единичный оператор Такой Плюс 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 минус минус Как мы помним Если мы по всем состояниям базиса Такие штуки просуммируем Это единичный оператор Но с другой стороны это есть Амплитуда Найти состояние спиновое С В состоянии плюс На плюс Плюс амплитуда Найти спиновое состояние С Которое получилось после поворота В состоянии минус На минус Ну, естественно Если нас теперь интересует С плюс Мы должны это равенство умножить Скалярно на плюс И получить Тогда здесь плюс на минус даст 0 А плюс на плюс даст единицу Поэтому С плюс Будет равняться скалярному произведению Плюс РХ на Фи Плюс Ну, а С минус Будет равняться Минус РХ От Фи На плюс Поэтому надо уметь считать Такие скалярные произведения Для того, чтобы их считать Вспомним Что РХ Это на угол Фи Это есть РУ На Пи пополам РЗ На угол Фи РУ На минус Пи пополам Вы так договаривались Что можно представить Поворот вокруг оси Х Ну, а если теперь Перейти к матричному Представлению оператора Это будет Единица на корень из 2 Минус Единица на корень из 2 Единица на корень из 2 Единица на корень из 2 Е в степени и Фи пополам 0 0 Е в степени и Фи пополам Со знаком минус И Единица на корень из 2 Единица на корень из 2 Минус Единица на корень из 2 Единица на корень из 2 Ну, давайте перемножать Это пока оставим Нетронутой Единица на корень из 2 Минус Единица на корень из 2 Единица на корень из 2 Но перемножаем строка на столбец Е в степени и Фи пополам на корень из двух Строка на столбец Е в степени и Фи пополам на корень из двух Строка на столбец минус е в степени минус и фи пополам на корень из двух. И строка до столбец плюс е в степени минус и фи пополам на корень из двух. Еще раз матрицу на матрицу. Строка на столбец. Каждый раз корень из двух на корень из двух даст половинку. Здесь будет это на это е в степени и фи пополам. А это на это будет е в степени плюс е в степени минус и фи пополам. Строка на столбец. Два. Строка на столбец. Е в степени и фи пополам. Минус е в степени минус и фи пополам. Строка на столбец. Строка на столбец. Двойка. Строка на столбец. Е в степени и фи пополам. На эту минус е. Минус и фи пополам. И наконец последняя строка на столбец. Двойка. Отсюда е в степени и фи пополам. А тут е в степени минус и фи пополам. Ну, в невооруженном взгляде видно, что это косинусы. А здесь, если бы было и в знаменателе, были бы синусы. Поэтому домножим на и и умножим на и. Поэтому это будет и синус фи пополам, и синус фи пополам. Господа, мы получили с вами матрицу вращения вокруг оси х на угол фи для частицы со спином 1, 2. Теперь, если мы такой матрицей подействуем на состояние плюс, rx от фи на состояние плюс, которое 1, 0, мы должны эту строку умножить на этот столбец. Это будет косинус фи пополам. А нижнее положение, эту строку на этот столбец и синус фи пополам. или это будет косинус фи пополам, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Или, если хотите, это будет косинус фи пополам, плюс, плюс i синус фи пополам минус. Если мы сравним с этим, то вот этот косинус, это c плюс от фи, а этот i фи, а этот c минус от фи. Тогда, если нас интересует вероятность того, что после поворота состояние, получившееся s, окажется состоянием плюс, нам надо сосчитать квадрат модуля плюс r x на фи плюс. Или, что то же самое, c плюс по модулю в квадрате, или, что то же самое, косинус квадрат фи пополам. Если нас интересует вероятность после поворота на угол фи состояние плюс, что оно превратится в минус, это будет минус r x от фи плюс в квадрате, или то же самое, что c минус в квадрате, либо эта штука в квадрате пополам, синус квадрат фи пополам. Ну, как и было обещано, сумма вероятности равна единице, что очень приятно. Если мы ни на сколько не повернули, если фи равно нулю, тогда п плюс от s равно единице, п минус от s равно нулю. Если мы никак не повернули прибор Штерна-Герлаха, то состояние осталось с вероятностью единица плюс. Если мы зачем-то повернули на пи, то вращение вокруг х на пи перевернет z кверх ногами, ну, тогда p плюс от s будет косинус квадрат пи пополам, ну, это ноль, а p минус от s будет синус квадрат пи пополам, это будет единица. Ну, действительно, если мы перевернули прибор вверх ногами, то состояние плюс станет состоянием минус, и пучок полетит против градиента пи. А вот если мы повернем прибор на пи пополам, то есть вот так поставим, вероятность тогда вероятность p плюс от s это будет косинус квадрат пи на 4, это корень из 2 на 2 пополам, это 1,2, а p минус от s будет синус квадрат пи на 4 тоже 1,2. Тогда половина электронов в одной пластине полетит, половина электронов полетит в другой пластине. все к шпаду. Больше про частицы со спином 1,2 говорить нечего. Вот нечего в смысле совсем. Продолжение следует...